Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на которых можно учиться. Всем привет, хорошего настроения. Сегодня я вам расскажу о праздниках на 13 ноября. Поехали! Международный день слепых, Всемирный день доброты, День войск радиационной, химической и биологической защиты России. А в народном календаре Спиридон и Никодим. Именины в этот день отмечают Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор и Яков. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1758 году основан первый Московский медицинский институт. В 1851 году введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога. В 1872 году вышло в свет первое издание азбуки Льва Толстого. В 1918 году образовано Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В этом же году Шаляпин стал один из первых народный артист. В 1921 году основан государственный академический театр имени Вахтангова. В 1933 году американский летчик открыл водопад Венесуэла. Это самый высокий водопад в мире. И в 1967 году на экраны вышла кинокомедия «Свадьба в Малиновке». И родились в этот день в 1718 году Джон Монтегю, английский дипломат, который придумал сэндвич. В 1745 году Валентин Гаюи, французский педагог, автор алфавита для незрячих. В 1782 году Эссайес Тегнер, шведский поэт. В 1821 году Михаил Петрашевский, русский революционер-мыслитель. В 1850 году Роберт Стивенсен, шотландский писатель и поэт, автор «Острова сокровищ». В 1914 году Георгий Бабакин, советский инженер-конструктор, создатель советских луноходов. И в 1955 году Вупи Голдберг, американская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер, сценарист. Дело не в том, чтобы в жизни было больше дней, а в том, чтобы в днях было больше жизни. Всем удачи, хорошего настроения. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok